Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 декабря, день Агея. Вспоминают святого пророка Агея. Его имя означает «праздник» или «празднующий». Он происходил из колена Левиена и родился в плену в Вавилонском. Возвратившись из Вавилона в Иерусалим, он пророчествовал здесь со святым пророком Захарией. Оба они жили за 500 с лишним лет до воплощения Христа. Пророк Агея был современником построения Второго Иерусалимского храма, воздвигнутого на месте Первого Соломонова. Сегодня почитается память пророка Агея, одного из последних пророков Ветхого Завета. Ему сегодня молились, чтобы он помог наставить на праведный путь, обрести нужное душевное качество, а от вредного лишнего освободиться и очиститься. В народе считали, что душа человека подобна ему самому. Только душа прозрачна и имеет крылья. От поручных мыслей и дел она чернеет, а от праведных очищается и блестит. Когда душа во время смерти расстается с телом, она превращается в дым, пар или птицу. Для того, чтобы душа отлетела в Царство Небесное, ей нужно помощь покинуть дом. Для этого, когда человек умирал, открывали двери, окна и даже заслонки в дымоходе. Сегодня бросали в костры снежных человечков. Если пламя после этого огасало, то верили, что на святке будет ясная погода. Приметы. Если в этот день на деревьях иней, то святки, это время от Рождества до Крещения, будут теплыми. Если сильный мороз, то он простоит до самого Крещения 19 января. Смотрели в этот день и на снег, если он был плотный и мокрый, к лету сырому. Если сухой и мелкозернистый, к сухому лету. Мороз рисует узоры на стеклах, и еще будет 20 дней мороза. Он помогает пищеварительной системе лучше переваривать, усваивать, выводить. Имеются даже жиры. Хурма богата витаминами, особенно каротином. Вот этот вот желтенький цвет и дает бета-каротин. Имеется здесь витамин С, витамин П. Витамин П, кстати, укрепляет наши стенки сосудов, для того, чтобы они не были хрупкими. Имеются в ней и микроэлементы. Она богата микроэлементами. Такие, как калий, натрий, железо, медь, марганец, йод и магний. Также дубильные вещества. Дубильные или вяжущие вещества, как мы знаем, присутствуют в ней в большом количестве. И они особенно влияют на микрофлору. Полезную оставляют, вредную подавляют. В связи с этим ее используют особенно при поносах. Для того, чтобы восстановить пищеварение. Забегаю вперед. Особенно отмечу, что по содержанию питательных веществ хурма переезжает, знаете что? Виноград, инжир и яблоки. Такие полезные продукты. А хурма оказывается лучше. Вот почему ее важно есть в зимнее время. Когда вот нехватка всех этих витаминов. А хурма как раз созрела у нас в ноябре, в декабре и хранится январь, февраль. Так что можно ее использовать. Теперь поговорим о полезных свойствах, которыми обладает хурма. Вяжущие свойства хурмы говорят о большом содержании в ней танина. Когда плоды полностью созревают, то вяжущие свойства пропадают вместе с танином. Как я указал, по питательным качествам хурма близко к инжиру, винограду и превосходит яблоки. Всего три хурмы, которые можно съесть в течение дня, утоляют голод. Поэтому хурму часто включают в различные диеты, для того, чтобы у нас фигурка наша постранила. Калорийность хурмы около 53 килокалорий на 100 граммов фрукта. Что немного больше, чем в яблоках. Спелые плоды хурмы способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, печени, зрения, как я указал. Нормализуют работу кожи и половых желез, чем страдает большая часть населения россиян. Этот фрукт также способствует задержке роста возрастных новообразований. Он действует примерно так же, как тыква, календула, облепиха, абрикос. Хурма богата витаминами С и П. Поэтому она благотворно влияет на сосуды, снижает их хрупкость и проницаемость. Особенно этот плод врачи рекомендуют больным, которые страдают варикозным расширением вен. А также кровоточивостью десен. Вяжущий привкус способствует тому, что нормализует и сосуды, стеночку, и к тому же он способствует тому, что делает ее более такой плотной. Особенно при венозном расширении, когда она становится рыхлой и теряет свою форму. А вяжущий вкус ее приводит в норму. Помните, я говорил, что хурму называли сердечным яблоком. И знаете почему? Потому что она помогает нашему сердцу. В ней содержится много калия. Она вполне может заменить такое сердечное лекарство, как волокардин. Если съедать по 2-3 плода хурмы ежедневно, то можно надолго забыть о болях в сердце. Кроме того, как установили ученые, в борьбе с атеросклерозом хурма опережает даже яблоки. Ввиду того, что здесь содержатся натрий, калий, магний, кальций, железо. И по пищевым волокнам, как я раньше указывал, она способствует тому, что является хорошим средством, которое нас предохраняет от запоров. Мягкая клетчатка прекрасно чистит пищеварительную систему и нормализует ее перистальтику. Кстати, в хурме содержится магний. И он, знаете, что делает? Биологически активный магний. Он снижает вероятность образования камней в почках и помогает из организма выводить различные соли. Особенно натрий, чем разрушает работу почек. Поэтому, у кого слабенькие почки, хурму должны есть. И, кстати, почки у нас наиболее сильны зимой, поэтому хурму надо есть, особенно в зимнее время. А еще благодаря наличию железа в хурме, она способствует тому, что ее можно использовать для лечения аномии. Причем успешно. Ввиду того, что здесь много каротина, если у вас преждевременное старение кожи, ешьте хурму, и все эти явления у вас исчезнут. Важно отметить, что у кого отеки, этот фрукт хурма обладает мочегонным действием и тонизирующими свойствами. Он успокаивает нервную систему, повышает работоспособность, обладает бактерицидным действием в отношении кишечной и сенной палочки. А также, что очень важно, золотистого стафилокока, который вызывает различные нагноения в организме. И там прыщи появляются на коже и прочее. Хурму будем есть, все это уйдет. К сожалению, из-за высокого содержания 25% в хурме сахару, ее не рекомендуется использовать при ожирении и при сахарном диабете. Как я указывал с древних времен, хурма полезна для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы и для лечения гипертонии. 2-3 хурмы в день избавят вас от этого страшного недуга. Глюкоза питает сердечную мышцу, а витамин С и витамин В укрепляет стенки сосудов. Благодаря высокому содержанию железа, хурму используют для лечения анемии. А наличие пектина используют для лечения расстройств пищеварения. Кстати, если у вас проблемы с щитовидной железой, то высокое содержание йода в хурме отлично пополняет дефицит йода в организме и расстройств со щитовидной железой, как не бывало. Хурма обладает общевукрепляющим действием, тонизирующим. Она улучшает аппетит, успокаивает нервы и повышает работоспособность. Кстати, из листьев хурмы, которые содержат большое количество витаминов, заваривают чай. Поэтому и листики не выбрасывайте. Повышенный мочегонный эффект хурмы выводится из организма шлаки и токсины, что благотворно сказывается на работе всего организма в целом. Знаете, какая важная особенность хурмы? Она полезна для заядлых курильщиков. Почему? Потому что в ней содержится огромное количество каротина. Вот этот каротин нейтрализует действие никотина. Люди, которые ежедневно едят фрукты и овощи с высоким содержанием каротина, значительно уменьшают риски возникновения рака легких, который особенно распространен у кого? Конечно же, у курильщиков. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую наружку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok